очередное видео из австралийского хайкинга и сегодня мы поехали в место которое называется box whale walking track это место находится недалеко от района southern highlands и города метагон и где-то в части полутора может быть езды от сиднея но сюда невозможно будет добраться без машины потому что смотря на то что общественные транспорт и поезда ходят до города метагон дальше достаточно долго нужно будет идти пешком боксовый walking track это достаточно известный такой трек среди туристов которые приезжают в southern highlands потому что он ведет к тоннелю по которому проезжал раньше локомотив и добывал уголь и на дороге к этому траку на дороге на дороге к этому тоннелю было много всего интересного как всегда много австралийской природы очень красиво очень много разных рек упавших деревьев приходилось идти через разные разные интересные места известные места «на в гармонии» из-за очень красивой вина в гостях и в гостях в Джон в гостях и не В конце тоннеля будет невероятно красивый вид, хотя на самом деле не знаю насколько это невероятно красиво, потому что мне уже за это время в Southern Highlands удалось увидеть намного, намного больше красивых видов, в том числе вид на водопад Питтсроу, который я показывала раньше, можно посмотреть видео, которое появится сверху, тем не менее вид был достаточно красивый на ущелье. На самом деле мне кажется, если говорить о одном из самых-самых красивых видов, которые я видела в районе Southern Highlands, это место называется Экопад. И он находится в Национальном парке Мортон, недалеко от города Банданун, он еще дальше, чем Митагон от Сидне, тем не менее, если вдруг кому-то удастся там побывать, оно того стоит. Есть два варианта, как пройти этот Boxville Track. Чтобы дойти до тоннеля. Когда мы здесь были, этот трек был закрыт, и вы увидите почему. В Австралии было очень много дождей, и в принципе весь трек был очень такой, как говорится, muddy and bad. То есть реально нужно было вот этот waterproof, водозащитная обувь и так далее, потому что было очень-очень мокро, до сих пор были лужи, до сих пор была грязь, очень тяжело было идти по некоторым местам. Тем не менее, есть возможность идти не через узкий такой трек, а по пожарному пути, потому что там можно было пройти нормально, там проезжают машины. Дорога туда у нас заняла достаточно долго, наверное больше часа, чтобы дойти до тоннеля, можно даже чуть-чуть больше. На обратном пути мы пошли уже через fire trail, то есть через место, где проезжают пожарные машины. В Австралии огромное количество fire trail по всем известным причинам лесных пожаров. По нему мы вернулись назад, и намного-намного было проще, он был не мокрый, он был достаточно проходимый. Тем не менее, как раз именно сам Boxvale, мы видим чуть дальше эти все тоннели, как было интересно. Намного-намного более picturesque, я бы сказала, намного-много интересных таких мест, которые можно посмотреть. Дожжи говорит, что этот камень был. Волдер переводится как большой камень по-другому. И эти камни были высечены в этом тоннеле для строительства. Извините? Да, это немного холодно. Очень сильный ветер, ему деревья повалило. Нужно быстро пройти через тоннель, потому что, конечно, не супер безопасно. Да. И так, мы сейчас находимся на хайкинге, который называется Boxvale blocking track. Он находится недалеко от города Митагон. И где-то, наверное, в часе езды от Сиднея. Это достаточно известный трек, потому что он был к бывшей угольной шахте. И мы будем идти через тоннель, где раньше были железнодорожные пути, которые как раз вывозили уголь за этой шахтой с 1888 по 1896 год. Сейчас это такой walking track, в который можно достаточно легко попасть из Сиднея. Но только если у тебя есть машина, потому что по-другому здесь особо как бы нет ЖД путей. Можно доехать до станции Митагон, но тут еще достаточно далеко, то есть нужна машина. И вот сейчас ходим здесь. Это же город очень большое дерево. Which one is that? Ironbuck. Ironbuck. Это тоже эвкалипт, который называется Ironbuck. Iron, как железо. Бак, кора. Ironbuck. 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 И еще что меня удивило, мы встретили ребят на мотоциклах. То есть на внедорожных мотоциклах или off-road bikes по этому треку Boxvale. Сейчас приходится лезть через вот эти вот горы, бревня, камни, потому что очень грязно. Я уже испачкалась, но очень страшно. Достаточно тяжело. Собственно, на мотоциклах такие национальные парки в штате New South Wales нельзя. И особенно как раз в июне рядом с Southern Highlands. Ну, тем не менее, когда никто не знает, люди все равно знаете, пробираются. И вот мы, когда шли через все эти тоннели, вот пока сейчас я иду более-менее нормально, адекватно здесь проехать можно. Но дальше будет огромное количество павших деревьев. И, собственно, Джош сказал, здесь 100% были мотоциклы, потому что был запах небольшой бензина, что 100% кто-то упал. И это быть такого не может, как они могут вообще через это проехать, потому что это как-то что-то нереальное. И в итоге в конце тоннеля мы увидели ребят на мотоциклах, они реально проехали через вот эти все ущелья, через вот эти все моменты. Потому что, когда ты уже идешь на Box Vale Track, ты отсюда не повернешь на Fire Trail. То есть до определенного пути можно, но уже когда ты заходишь в эти ущелья, сам Fire Track будет уже наверху ущелья. И здесь, в принципе, дороги назад нет. Либо идти назад, полностью в обратный путь, либо уже идти вперед до тоннеля. И дальше уже от тоннеля можно будет свернуть на пожарные пути. В общем, вот это вот тоннель, через который ходил локомотив. Здесь был шерстный дорожный путь, потому что сейчас нет. Из этого локомотива он ходил к угольной шахте назад. Написано, что примерно длиной 100 метров, впереди у нас мотоциклы. Я, честно говоря, не знала, как они вообще проехали здесь, потому что это было что-то нереальное. Но, честно говоря, я не думаю, что мы сможем пройти куда-либо дальше. Потому что впереди уже ветки и деревья. Мне кажется, мотоциклы будут уже разворачивать и ехать назад. И, собственно, тоннель заполнен водой. Так что на этом будет заканчиваться наша прогулка через Boxvale Trail. Если ты чуть дальше, когда здесь будет сухо, он будет вести тебя к виду, к красивому локауту. На самом деле это очень круто. Как по мне. Я думаю, это закончится? Да, давайте вернемся Да, наверное Да, наверное Давайте проверим Это 80 метров, но я не знаю, это у вас, я счастлива 80 КОНЕЦ Зачем готовить? Эти шутки ребята проехали на мотоциклах через эту штуку вот сюда один мотоцикл уже здесь и еще два осталось мы прошли через туннель и да и этот трак заканчивается вот таким вот видом лукаутом на горы что еще круто в этом месте что в принципе можно посетить не только боксу а можно сделать вот такой небольшой дитур дитур да на русском я не знаю как это перевести к водопадам которые называются 40 foot balls мы туда тоже ходили я вам покажу отдельное видео которое я через какое-то время сделаю и в самом конце трака боксвелл есть еще один трак который называется имплайн это место с веревкой которая находится под градусом 45 градусов и чтобы туда спуститься желательно чтобы у тебя были перчатки потому что как бы большой жгут большая веревка да как это будет держать все так чтобы не не сорвать руки да чтобы не не оставить мозоли на руках спуск вниз где-то 160 метров но в принципе займет достаточно долго времени мы туда не спускались просто потому что можно на этот момент находились но знакомые когда спускались говорят что не плохо но в принципе не обязательно это то место этот спуск вниз это было место в той угольной шахте где в принципе сам уголь и добывался в свое время все ребята большое спасибо за просмотр я надеюсь вам было интересно посмотреть это приключение добавлю ссылки на видео о которых я упомянула и о водопадах и о парке Мортон и когда сделаю видео с водопада 40 foot falls тоже добавлю видео на ссылку на это видео и всем хорошего дня настроения и до скорых встреч пока